хей ой с вами шмики мы продолжаем проводить игру под названием мертвый космос и это скорее всего будет последняя при последней серии мы прибыли куда-то мы прибыли с вами на марс потому что это у нас новая вообще карта новое все у нас осталась одна считать и глава да смотрите здесь принципе карта не такая же большая но здесь очень много зон со стазисом думаю здесь мы будем просто передвигать объект ну давайте забывать то что это вражеская зона у нас здесь нет ухилок у нас здесь нету магазина да а нет есть магазин все я собрал с ориен я собрал так все равно все забито у нас уже все есть все полетели закручек отключена а как я включить закручек где-то здесь счет я не понимаю а где запустить по ручек а окружу интересно если это считается вражеской территорией будут ли тут новые враги я считаю что да как после максимум давайте пока мы не начали двигать обелиски хочу посмотреть что за здание я вижу там а мертвых людей поэтому нужно сначала все следовать самому это нормально сидится приятель а сейчас все будет подожди сначала нужно все замутить по правильному давай средние птички перемещать а лучше маленькие задаем так рюкзак ладно резак возьму все-таки опускай лан так уж и быть у нас будет вот так не тарь хотя не слишком много лазерных пушек для лазерной этой переместить 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 вот так все отлично чтоб я пулял как с пулемета с нее а а теперь вот отлично можно принципе маленькие давайте аптечки до конца доберем переместить переместить все и того у нас будет вот так инвентарь так я с рюкзака их убрал вот все идеально так сначала понять что здесь у нас там у нас большой проход отлично место не на что больше не о том говорит сержант нюман охрана летной палубы у нас больше нет челноков один из них успел взлететь но неожиданно рухнул напал в ангара мы потеряли несколько сот человек и все челноки если кто-то меня слышат не пытайтесь совершить посадку не садитесь ребят на что вы рассчитывали а вот это генератор а вот это генератор для чего я не уверен что он просто так здесь а хорош хорош а вот этим генератор нужно все 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 мне дают даже на выбор с какой стороны начинает да погнали короче тогда двигать обелиск будем двигать обелиск будем двигать обелиск это со мной типа обелиск разговаривает но зона со стадицем нас там полно зона со стадицем нас полно Ты быстро поедешь? Не понял. Могу тебя двигать? Ого, всё. Со спины не нападут. Дохода больше не вернусь. Ладно, патронов у нас достаточно. Будем контролировать в основном. Сначала смотрим, что там. В двери не идём. То, что здесь много стазиса, вот это мне не нравится. Завершена процедура карантина. В отсеке обнаружена неизвестная форма жизни. Служба безопасности извещает. Готово. Готово. Продолжение следует... 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 все а иди минус карантин и нас карантин нашу мисс у нас еще пол дороги и там магазина ждет ни хрена мне там ехать ладненько нормальненько пока не убивают вооу С этой стороны тоже они? Айзек, ты почти добрался. Подведи питание к мостикам, чтобы перетащить обелиск. Поищи пульт управления в конце сервисной трубы. В конце трубы. В какой? А, понял. Окей, сделаем говно вопрос. Говно вопрос, дружище. Только я смотрю, что здесь решеток со всех сторон. Столько. Хорошо. Вот такой у меня должен быть всегда инвентарь. Отличный инвентарь. Зона невесомости. Так, давайте делаем так. Я чувствую, когда я подрублю энергию, вентили начнут крутиться. Тогда мне будет не задобровать. Не, 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 не. О, хорошая хилка. Конечно, сюда, да? Зачем мне прилагают все еще деньги? О, ну ладно. Добром. Добром. Потом мне отсюда текать придется? Нет? Чувствую, да. Чувствую, да. Воу. Чувствую, да. я на самом деле думал что мне это хера бьет ладно считай пронесло зона гравитации чё как так мне бы где-то остались пополнить здесь тазис тазис пополняем что здесь сохраняемся и начинается из нет то что здесь только этих решеток откуда будут выглазить враги просто будет класс поехали сначала нас так вот с той стороны потому что я сейчас запущу слышите их шкрябают не я просто не верю то что типа враги не нападают как максимум странам что на меня никто не напал хотя здесь решеток сколько давайте тогда садис пополним на всякий случай о нихрена идеальный идеальный инвентарь так что по карте ну смотрите в принципе осталось вообще у нас немного просто под продвину сейчас немного в бок и просто по прямой на том что там какая то смотрите принципе есть платформа непонятная посередине это на всякий случай хрена что делаешь нет там какая-то громаде на то точно было не на ту сторону да надо окна у нас все по фулу да лежит а узел давайте возьмем почему бы нет сколько у нас узлов 13 у нас почти 200 к руба сиков можно обратном пути когда будем бежать у нас нападут я бы с другой стороны пошел давайте наверно так и поступлю я пойду вернусь свою сторону я пойду на ту сторону не хочу с этой быть все по фулу нормально хотя не немного нужно отъехать но пойди должен быть пост если верить то той аудиозаписи да или видеозаписи не знаю как видео видео запись который мужичок нам показал что там огромный как это махина вылезла вот ух ты что что-то что-что что-что происходит что-что-что происходит что-то а бросить мне нужно вот этот мне нужно резак перезаряжен перезаряжен все хорошо так эти убиты еще где-то там какая-то камера лучше сразу бить финал 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 нафиг все обелис поставлен на себе яркость ну спасибо я всегда в тебя верила я знала ты вернешься за мной мы одно целое айс мы одно целое манать как ярко что происходит обелис как то работает страна это импульс с чем это что это что это это метеорит я понял держу в курсе до свидания до свидания окей да эй 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 в смысле обелиск даже с учетом того что ты чокнул что ты не веришь взгляни на себя а лучше посмотри еще раз эту запись от Николи только на этот раз окомна Айс, привет. Это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с кем-то. Тут все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. В итоге, тебе по-настоящему нужна лишь такая мелочь. Тобеллистка. Что у нас все вколола? Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Я любила тебя. 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 Чё, херело? Эй! Ой, треш, ё-моё. Ладно, вперёд. Я вас понял. Так нас с вами обдурили второй раз. Я понял. Надо текать. Или битва с боссом, либо текать. Сохраняемся. Да, у нас, короче, наебали двойне. Круто. Чё сказать. А я вижу апеллистку. О, чёрт! Ты ж наш, не кинешь здесь? Ох, ты ж, ё-моё. А не, не кинет. Пол почищен. Типец тут боеприпасов. Тут бомб сколько. Так, я понял. Выхода назад некуда. Так, я понял, выхода назад некуда. Ты пережил. Чё сказать, что у меня ждёт белый сл тихо 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 ну айзек что такое происходит я шо сдох всё-всё-всё-всё-всё-всё бросай 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 у нее желток у нее еще в желудке тихо 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 другую сторону опять туда же сюда-сюда-сюда открываешь пасть нет тихо тихо беги беги айзек нормально нормально живём все 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 держимся 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 перезаряжаем ветерет летит все так время чувствую отсюда текать чертовая планета текаем текаем айзек айзек оставляем это чертов обелиски валим отсюда сказать я ребят честно босс был какой-то легкий мы шо задели фу мы выбрались хрена себе выбрались уже ли у меня ну босс был до такой это как бы он по сути легкий если быть честно он был легкий по сравнению взять регенераль чекам анри пацаны регенерировался нападал а этот просто пасть открыл стреляешь все убит ай привет это я жаль так хотелось поговорить с тобой лично прости меня все походу все ребят я теперь ребят понял почему там у нас будет теперь вторая часть и третья часть из того что обелиск то остался на планете ты е-мое ну чё как обычно плюсы минусы игры плюсы будем считать это с точки зрения на какую я играл сложности да и что это сам по себе хоррор первый плюс атмосфера охерительная атмосфера которая сама по себе угнетает второе ну да скример ну где вы видели хоррор без скримера прикольная музыка разные разновидности некроморфов есть у нас разновидности много оружия ну конечно мы играли только с двумя потому что это нимбовые пушки и я их только прокачивал дальше у нас есть с вами что сюжет ну конечно примитивный да типа вот наша жена потерялась мы ее ищем ладно это может хотя сюжет может даже блин не знаю даже куда отнести плюсы минусы пускай будет посередине да где то между плюсом и минусом из минусов я могу только взять это боссов ну как бы да они по виду прикольные взять игрок 2008 года что я хочу но сами боссы именно по сложности очень такие легкие допустим у нас было три босса да это три гиганта которая была одна механика убийства то есть вы их не вот эти желтые опухли был прикольно это босс регенерильщик который в основном просто гнался его убить только можно было двумя способами это который мы первого убили с помощью фриза ну то есть заморозки да льда не знаю азота короче так сказать вот и второго мы просто поджарили как я не знаю кого как шашлычок музыка а я за музыку говорил или нет ну в основном то что что она типа атмосферная вот это нагнетание нагнетение вот это что враг сейчас вот будет когда вот помните этот момент когда был липкий пол и эти были вентиляции когда мы шли просто и скрипка играла тоже вот такой же момент типа скрипка играет да типа идешь скрипок усиляется усиляется типа нагнетает момент но на самом деле там никого не было он выскочил только когда мы возвращались а художественное ну и то же освещение я говорю прикольно все такое были ли у нас баги в игре как ни странно я багов не видел не замечал ну может только то что типа сами перемещение тел да ну ну как они так поскользят я не знаю вещи ты просто идешь там стул полетел она типа вот это может отнести к какой-то к минусу ну а так ну все офигенно мне лично понравилось я не знаю насчет второй и третьей части я запускал третью часть когда я получил первый первый вот это скример это не буду спойлерить нахер надо я просто удалил третью часть потом ну нафиг ну в принципе привык я к первой части да именно к врагам я изначально сначала смотрел эти летсплей по этой игре да там первые десять серий потом что-то мы с вами раскачались как-то довольно так нехило и как-то стало знаете аптечки есть но что терять аптечки патроны есть запас так сказать есть поэтому можно идти просто в атаку у нас с вами 43 минуты я не знаю может после титров что-то да и будет что по озвучке озвучка там 50-50 потому что как бы если брать английский дубляж да я смотрел тут всякие фигнюшки про эту саму игру там про врагов там их не слабости их не плюсы да типа разновидностей понятно что вся вселенная Dead Space и не только первые и в основном говорят что типа плохая звучка в том смысле что она не точная что типа английский дубляж он более лучший как бы как-то так ну в принципе десятка я поставил бы десять ну ладно может быть девять с половиной если не брать минусы да всякие там простецкие враги ну именно боссы и все такое а враги у нас какие были обычный некроморф некроморф с удлиненным телом а некроморф просто огромный который разделялся на части некроморф который превращал трупы в некроморфов как бы это не было странно какие-то усиленные некроморфы с темной энергией младенцы младенцы усиленные почему-то все все черные враги были усилены потом некроморфы которые были хвост ну типа с хвостом у которых конечности задние просто были вместе сросшиеся обычная версия была и усложненная при генеральщика три босса первый босс у нас был в отсеке движка второй в пушке я помню мы оттреливаем третий это тут финальный большой ну и два понятно типа мини боссы или это боссы которых мы убивали с помощью льда и огня ну это тоже самое регенеральщик так ни о ком я больше не забыл а жердяи которые при убийстве вылазят маленькие сами маленькие враги вот этим ползунчики потом враг с на руке с бомбой еще были просто лапы ну вот эти которые вылазят а да на стены враги были много очень нужным патронов чтоб их убить и они еще выпуляли маленьких ну и все глава двенадцатая мертвый космос ну скорее всего здесь написано продолжение следует либо типа того я не знаю получено боевое снаряжение полученные досье а приз пятьдесятка кредитов приз десять силовых узлов первословный режим открыт сохранится ну да сохранимся напоследок так сказать в принципе игру я отличная нам или еще были какие-то некроморфы подождите давайте вот точно ну кажется еще были кто-то где точно помнишь что еще какой-то был один некроморф какой разобрали этих разобрали точно каким уходить забыть о этих психах которую как будто не знаю у них приступ который просто с бешеной скорости передвигаются вот они да это было что жестко потому что не так легко их и уловить ну и кажется я больше в основном так не помню какие у нас были еще враги если что вы там в комментариях напишите кого я забыл назвать поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте может быть мы продолжим серию игр дэдспейса дэдсписи мертвый космос да и просто встретимся в прохождении прохождениях поэтому всем до просмотра и пока